Если у человека есть опыт, он должен на него опираться. Если есть инструкции, тоже надо знать. Вот поэтому женщины изучают, как правильно жить. И не дай бог женщине кому-то поверить, как правильно жить. В результате меняются все инструкции. Мы же еще об этом ничего не знали. Она пришла на лекцию, послушала, все изучила. И теперь мы живем вот так, по-другому. Потому что мы жили неправильно. Но мужчина так не может реагировать, потому что у него уже есть опыт. Он опирается на свой опыт. И он говорит, слушай, мне как бы обрабану твоей инструкции. Живем, как жили. Знакомая история? Потому что по-разному работает разум у мужчины. Женщина, она как слушает. Она все впитывает в себя, чтобы во всем деталях разобраться. Потому что она сама не принимает решения. У нее психика, разум не имеет решимости принимать решения. Но у нее зато очень сильная способность понимать, как правильно. Ну то есть она, если поняла, как правильно, она хочет, чтобы так было. Но решение принимает муж. И поэтому она на него давит, давит ему на мозги. Говорит, мы будем вот так жить. Он говорит, нет, не так. Она, нет, мы будем так жить, потому что это правильно. Он говорит, да я не сильно, как правильно, неправильно. Будем жить, как я считаю. Все. Почему? Потому что он основывается всегда на своем опыте. Так работает мужской разум. Женщина не основывается на своем опыте. Она основывается на инструкциях. Как правильно, так она и будет делать. А мужчина основывается на своем опыте. И потом маленький мальчик, ему по барабану, как правильно. Вы ему говорите, делай вот так. Он все равно делает, как считает нужным. Если получает по башке, он получает знания в этот момент. И он начинает думать, что делать дальше. Знаете, так работает психика маленького ребенка, мальчика. Потому что он изучает этот мир. И он самостоятельная система такая. Самостоятельно мыслящая. Потому что его таким сделал Бог. Любой мужчина, это самостоятельно мыслящая система. Вот, допустим, мужчина пришел первый раз на лекцию, вообще никогда не слышал моих лекций. Поднимите руку. Есть такие мужчины именно. Мужчины. Такие мужчины, как слушают мои лекции. Думают, дурак, не дурак, дурак, не дурак. На первой лекции. Самое главное понять, что за фраер. Это самое главное. Потом будем разбираться со всеми остальными. Понимаете? Женщина приходит на первую лекцию. Кто из вас никогда не слышал мои лекции? Пришли первый раз ко мне. Женщина, как первый раз слушает. Она смотрит на меня и думает, мое не мое, мое не мое, нравится не нравится. Она так слушает. Она не думает, дурак не дурак, ей все равно. Чувствуете, разница колоссальная. Мужчина, допустим, давно слушает мои лекции. Поднимите руку, давно мужчина слушает мои лекции. Как они меня воспринимают? Они слушают меня и думают, это я понимаю, с этим надо разобраться. Это я понимаю, с этим надо разобраться. Вот это интересно, это мы отметим. Это очень, я с этим очень согласен. Очень согласен. Значит, я так и буду говорить своей жене. Ну, то есть, понимаете, мужчина сравнивает свое знание с моим, даже если он очень глубоко уже давно меня слушает. То есть, он все равно сравнивает, оценивает то, что ему важно, отмечает. Это он с этим и разобрался. А этого опыта у него еще нет. Поэтому он не может этого принять еще пока. У него нет этого опыта. Но этот опыт есть. Но женщина так не слушает. Если она, поднимите женщину, кто давно меня слушает. Если женщина давно меня слушает, она не разбирается, правильно это или нет. Она просто сидит и все впитывает, чтобы так потом жить. Так или нет? Так. Видите, мы все разные. И поэтому разные возможности общения, восприятия мира давайте изучать. То есть, я вам просто рассказал, как разум мужчины и женщины работают. А есть еще ум, есть еще чувство, собственно, достоинства. Они тоже отличаются в мужчины и женщины. Мы все сейчас это будем с вами изучать, а потом будем говорить об отношениях уже на основе этого знания. И так разум мужчины, природа. Сильный, решительный, устремленный в одну сторону, очень сложно изменяющий направление своей жизни. Принимающий решения на основе своего опыта, своей жизни. С трудом доверяющий другим людям. Все проверяющий, все изучающий и принимающий решения окончательно. Если мужчина принял какое-то решение, значит, что он живет так и может поменять что-то сложное. Понятно, да? Разум женщины. Имеет природу. Стремление к истине, к чистоте, чувствителен к правде. Живет инструкциями и правилами. Очень сильно настроен все детализировать и понять детально. Когда картинка складывается полностью, женщина как рыба в воде в этой пространстве. Мужчина как рыба в воде только в том, что он глубоко на своей практике, своей жизни понял. Поэтому мужчина всегда идет во что-то новое, изучает это и потом ведет за собой других людей. Женщина очень глубоко разбирается в том, что известно, и там просто налаживает все как надо. Поэтому в обществе, в социуме, в основном на себя все функционирование социума, социальной структуры берут женщины. А что-то новое развивают в основном мужчины. Вот, допустим, образование детей, социальные связи, отношения. Это женское дело, потому что женщина разобралась во всем, и она все делает так, как она понимает. Потому что есть уже понимание, инструкция, но там первопроходцы, там война, там воевать. Первопроходцы побеждают судьбу, преодолевают трудности. Это все мужчины делают, потому что им, они на основе своего опыта действуют. Они не основываются на инструкции. Здесь нет инструкции. Разобрались? Поэтому мужчина не должен, как бы, женщину, как бы, говорить, принимая решение. Женщина, у нее нет решимости принимать решение. Она может сказать, как правильно, и помочь тебе понять, как принять решение. Но если ты заставляешь принять женщину решение, это значит, что на ней ляжет груз ответственности. А женщине очень трудно нести на себя груз ответственности, потому что у нее другая природа. Женщина родилась не для ответственности, а для наслаждения жизнью. Ей надо счастье испытывать, наслаждаться жизнью, изжить гармонией и любви с этим окружающим миром. А мужчине надо побеждать судьбу, преодолевать трудности, нести ответственность, становиться сильным и уважаемым человеком. Я вам говорю о том, для чего родился человек. И так существует, мы с вами поговорили о том, что такое разум, там, решимость, твердость духа, там, чувствительность, чистота, способности. Все систематизировать. Это разные функции разума мужчин и женщин.